В одном выставочном зале собрано более 40 произведений западноевропейского и русского искусства 17-20 веков. Здесь есть редкие работы, которые посетители музея не видели более 10 лет. Это два цветочных натюрморта художницы Рахиля Рейсх и единственного члена Королевской академии художеств. Некоторые произведения вообще впервые участвуют в экспозиции. До этого они хранились в фондах музея. Перед дуэлью Якоби и Мёртвая натура Пиццетта. Если натюрморт как самостоятельный жанр сформировался в Голландии в 17 веке, то появились разновидности, узкие специализации, желание людей познать предметный мир. Не только рассказывающих об этих людях, а фактуру передать этого предметного мира. И, вероятнее всего, подчинить этот мир себе для того, чтобы использовать его наилучшим образом, преобразовать этот мир. На первый взгляд, простой жанр натюрморта посвящен изображению вещей окружающих человека. Предметы обычно размещены в реальной бытовой среде и композиционно организованы в единую группу. Однако часто полотна полны аллегорий, имеют символическое значение. Когда мы говорим о символике, вино всегда напоминало о страданиях Христов, о крови Христа. Затем, если вы знаете, что битая птица всегда обозначала воздух, стихии, дикие звери – землю, а рыбы – это вода. И таким образом мир даже в натюрморте перемешивался, и в небольшой камерной вещи была возможность выйти на большее такое обобщение. Жанр натюрморта всегда пользовался популярностью среди художников. На выставке классические голландские, фламандские и французские натюрморты соседствуют с советскими и русскими. Русский натюрморт от классических обманок вы увидите. Когда художник считал своей задачей обмануть зрителя, и получал от этого удовольствие. Когда вы пытались либо взять предмет, либо смахнуть муху, либо денежку отогнуть. И доставляло это мастеру радость. Но в начале 19 века такой мастер, как Иван Фомич Хруцкий, а дальше в разное время мир искусники, которые так ценили красоту тканей, вещей, которые могли поплакать над чем угодно, не только над литературой. Иногда над просто красивой розой или красивой вещью. И слезы вещей – вот что они отражали в своих произведениях. Как говорят искусствоведы, натюрморт – аполитичный жанр только на первый взгляд, поскольку он неизбежно рассказывает о времени, в котором жил и творил его автор. Проследить традицию развития западноевропейского и русского натюрморта в художественном музее можно до середины декабря. Надежда Староверова, Анатолий Паньков, Севинформбюро. Ну, а ты не можешь его обратиться. Продолжение следует...